Доброе утро, новое утро на Новой Одессе и у нас геологов и хиппи в гостях теперь уже настоящий путешественник Теодор Павлович Резвой. Доброе утро! Доброе утро! Как вы проснулись? Расскажите. Тяжело, я вообще в обычной жизни просыпаюсь. В то время я считаю вкуп. Я ложусь, правда, очень плохо. А в необычной жизни пересекаете Атлантический океан? В необычной жизни, да, вот в той, в настоящей. Я просыпаюсь до рассвета, чего вот здесь на берегу обычно не бывает. Расскажите, пожалуйста, как вы совершили такое вот путешествие? Случайно так получилось. Вышел порыбачить, да, и понеслась. И понеслась. Нет, серьезно. Говорят, что вы 14-й человек в мире, который на это решился, да? Или статистика не верна? Нет, я могу даже сейчас немножко ошибаться. По-моему, тогда по Атлантике я стал, кажется, 13-м человеком, по всем океанам 15-м. То есть, а страной мы стали тогда пятой страной, чей председатель пришел в одиночку Атлантику на вес. Но вы профессионально занимаетесь греблей, правильно? Ну, я не знаю, где провести эту грань профессионально, так же, как с фотографами, да? Вот я профессиональный фотограф, я любитель, да? То есть, ну, не от камеры это зависит, то есть, не от качества фотографий, я не знаю от чего. То есть, наверное, от получения денег. Я думаю, что от результатов. Если вы добились такого результата, то вполне можно точно себя считать профессиональным гребцом. Ну, не знаю, то есть, может, даже, скорее, не результат. Я думаю, что профессиональный, как спортсмен, да? Это тот, кто получает конкретно за эту зарплату от кого-то. Ну, хотя, наверное, где-то да. То есть, наверное, может быть. А расскажите, пожалуйста, сколько по времени длилось это путешествие? Первый переход занял 67 дней, 6 часов 35 минут. Уже в память въелась, потому что постоянно отвечает. Альпинизм, стрельба из лука, большой теннис, волейбол, ушу, тайквондо, айкидо, дзюдо. Это все Википедия сообщает нам о нашем гости. Расскажите, это действительно вы всем этим занимаетесь? Да, ну, и не только этим, там еще занимался, там, футболом и чем-то еще, я не помню, сейчас даже все не вспомнил. Подождите, ну, это же, по-моему, это очень экстремально, вот это все совмещать, даже не сами виды спорта. Ну, я занимался всем этим не в одно и то же время. Не в одно время, это хорошо. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как это путешествовать 70, практически 70 дней, да, 67 дней? Как происходит вообще, там, спите вы как, когда, кушаете что? Ну, вот интересно, какие-то такие... И сплю, да, и ем, ну, я вам скажу, что это не рекорд, на самом деле. У нас есть, ну, вся, как бы, статистика, да, которая собрана общей океанской репсовки по переходам через океаны, есть своеобразные рекорды, но это не специально так, как бы получалось, вот самые длительные переходы. Вот до недавнего времени это было, по-моему, 298 дней, а рекорд, самый длительный сейчас, 312 дней. То есть это 10 месяцев в океане. Практически год. Ну, да, это 10 месяцев. Ну, вот, допустим, с водой более-менее понятно, есть опреснитель? Нет, мне, например, интересно, не страшно ли вот столько времени провести, как бы, ну... Ты вот с такой программой ведешь, тебе не страшно. Ну, это я уже привык. Суша все-таки дает ощущение какого-то комфорта, то есть понимания того, что вы находитесь в безопасности, а вот находясь в открытых водах. Ну, вода действительно чужая стихия для человека, на суше, вот путешествия мои наземные, там, Печора, Монголия, там, геология в детстве прошла, на земле, естественно, безопасность. То есть это наша среда, да, то есть можно укрыться от холода, не знаю, найти какую-то еду, там, на деревьях или где-то спрятаться от хищников в пещерах. В океане, в воде, это чужая стихия, человек абсолютно ничего не может сделать. То есть это... там страшнее, да. Сколько еды с собой нужно брать в такое путешествие? И что, она же портится, наверное, или как вообще? Ну, смотря как, берутся это, в общем-то, специальные продукты, это приготовленные методом криозаморозки, то есть полуфабрикаты, как эти макароны, да, быстрое приготовление. Но это специальные целые комплексы, то есть у меня были и бифстроганов, и там, плов по-мексикански. Такие специальные пакеты, приготовленная еда, выморожена вся влага, они сухие, без воды, очень легкие, не требуют никаких условий для хранения, и они все вот на лодке, под палубой, в лючках хранились. То есть их заливала вода даже, и ничего с ними нет. Скажите, а вот чем специально, какими специальными приспособлениями должна быть оборудована лодка? Наверняка там есть какие-то радары, вас же должны видеть остальные суда, и вы должны кого-то видеть, и как-то ориентироваться на навигационные приборы. Ну, естественно, да, все это есть. Есть и GPS для навигации, и не один дублирующий. Дублирующий, есть один встроенный большой, и один маленький. У нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артем. Очень приятно, Артем, задавайте ваш вопрос. А вот, например, вам помогает правительство наше как-то, ваше путешествие в Горсовет, областной север? Помогает ли правительство финансово, да? Ага, я поняла, то есть, вот, за какие средства ненавязчиво интересуются нашли. Спасибо большое вам за вопрос. Спасибо вам. Ну, должен сказать, что, да, вот, в прошлых переходах была помощь на самом высоком уровне, вот у меня в 2000, это второй вот переход, который попытка была неудачная, помогал госсекретарь комитета министров Яцуба, потом, вот, последний переход вот этот австралийский помогал на тот момент, ну, министр транспорта Кирпан. И после последнего вот этого перехода, это 2004-2005 год, как раз, оранжевая революция, и после этого абсолютно все рухнуло, вообще никакой помощи добиться было невозможно. То есть, в принципе, ищите спонсора. Так что, если хотите посоучаствовать в переходе через Атлантику, ищите в социальных сетях на Фейсбуке, ВКонтакте, Теодор Юзбой. Добавляйтесь и помогайте. Расскажите, какие планы у вас, интересно, что дальше? Какие цели? Планов громадье, вот, на самом деле, действительно, если бы не было проблем с деньгами, то уже давно, во-первых, вот, что очень обидно, что вот с 2005 года поиск спонсоров не привел пока к успехам, да, и Украина могла бы стать первой страной в мире, чей представитель перешел все океаны планеты в одиночку. Это то, что обычно, как я говорю, это вот раз и навсегда, да, как Гагарин пролетел в космос первый, любый результат можно улучшить, но нельзя стать первым, если первым уже кто-то был. И это место мы, к сожалению, упустили. Им стал американец-турецкое происхождение. Но остались определенные, как бы, категории, где можно стать первыми раз и навсегда. Это вот, в частности, сейчас я готовлюсь к переходу через Индийский океан, но пройти его хочу от континента до континента. Пока что этого не сделал никто. То есть ни один человек в мире не прошел от континента до континента. Я собираюсь стартовать из Австралии и идти в Африку, в Кению, в Момбасу. А вы предполагаете, сколько это времени может занять? Есть же какие-то предположения? Ну, я думаю, что это месяца три займутся. Месяца три. Ого, это очень такой длительный межконтинентальный переход. Желаем вам удачи, чтобы все получилось. Вы стали первым членом Британского географического общества, да? От Украины? Я не совсем тогда, на тот момент я был единственным, по-моему, от Украины. Есть такая пальма первенства. Я смотрю, что у вас очень много наград. Хотя просто залезли на Википедию и все разочитают. Я вчера еще читала статьи. Да, очень много наград, в том числе кавалер ордена замужества третьей степени. То есть какие-то приближенные к военному, что-то я не знаю. Да, но мне еще приятно, есть еще медаль, что в ней особенно для меня, что ценно. Медаль «Морская слава Украины». Она выпущена за номером один. То есть я первый человек, кто ее получил. То есть она была как раз только организована. А где вы живете, вот, основное время? Где вы живете? Екатерина уже как бы думает, что это нечто. Нет, я просто должна знать, в какой город должен гордиться. Ну, естественно, Одесса. У меня поэтому первая лодка называлась Одесса, а вторая лодка называлась Украина. Это очень приятно, что у нас такие одесситы известные, такие талантливые одесситы. Расскажите, какой нужно физической подготовкой обладать, чтобы совершать подобные приходы? Наверное, это долгие годы подготовки предшествуют? Ну, на самом деле, конечно же, понятно, что нужно быть в физической форме какой-то, но это не самое главное. У нас есть много примеров. И, наверное, самый яркий пример – это семейная пара, которая переходила «Океан», по-моему, в 2003 году, кажется, была гонка. Муж спортсмен, еще выше меня на голову, шире в плечах, вот такой огроменный мужик. И жена его, светская барышня, слегка полновата в формах, скажем, через пару дней муж сказал… Дело в том, что в гонках всегда есть яхта поддержки. И через пару дней муж сказал, что все, я больше не могу идти, он не мог ни спать, ни есть, ничего, было ужасно. Ну, я знаю, это отдельная история, как бы, про сложности вот эти. И он сошел на яхту. А жена сказала, мне нравится, я останусь. И она прошла «Океан», тогда вот тот маршрут «Атлантика» прошла, по-моему, за 110 дней. То есть можно в процессе получить такой азарт? То есть вы-то не совсем одни, да? Не-не, это было в гонке, да. Я просто это привожу, ну, пример к вашему вопросу, да, о том, что… Главное, не физическая подготовка, главное, все здесь, все, на самом деле, у нас в гонке. А с какого возраста вы увлекаетесь? Сколько лет вы уже занимаетесь подготовкой? Ну, у гребли океанской, я, ну, ей может, как бы, увлекаться, так вот, первый раз пошел, значит, вот ты начал с 2001 года, а так, да, то есть… Ну, наверное, какие-то небольшие там переходы, ну, я имею в виду, что это же, наверное… Ты думаешь, как тренироваться? Как тренироваться, да. Многие спрашивают, да, говорят, может быть, стоило сначала перейти через море, ну, кстати, тоже вот море, черное, да, в частности, оно может оказаться сложнее даже, чем океан, в плане… Вот есть такое понятие, да, как там чистота волны, то есть при той же метровой волне, если в океане эти волны будут идти на расстоянии, там, до 7 метров в 5, то в Черном море они будут идти ближе, и вот это создается определенная сложность. Вот, ну, на самом деле, опыт, как бы, туристический такой вот и морской, он достаточно большой, потому что еще до моего рождения была у нас дача на Кренобугазе, и я вот с такого вот возраста уже на лодках, на Кренобугазе выходил в маленьких, больших, то есть это все детство прошло на Кренобугазе, на море, на лодках, вот. И этот опыт, как я говорю, грибная техника, как это, рыбацкая техника грибная, да, она полезнее, наверное, даже была в океане, чем если бы я занимался греблей на канале, потому что там ровная вода, там совсем другое. А были какие-то курьезные или забавные случаи во время путешествия? Ну, на самом деле, как бы, их много разных случаев, не знаю, насколько они интересны слушать, насколько, ну, хотя какие-то истории я рассказывал, допустим, про, допустим, самая теплая встреча вот в Атлантике была с яхтсменом из Австрии. Поздно вечером уже я увидел, что за мной идет мачта, яхта, вот я попытался выйти на связь с парагастанцем, он на связь не выходил, потому что если в океане ты не видишь другое судно, то есть берегут люди энергию, и поэтому радио было выключено. Потом уже, когда стемнело, я послал фонарем, мы вышли на связь, он подошел ко мне поближе и предложил мне холодного пива. Я согласился, естественно, да, потому что у меня нет холодильника на лодке, пива было, но не было холодильника. Вот, а у него холодильник был. Он подошел, бросил мне пакет с двумя банками, они через эту лодку пролетели, упали в воду, поймать я багром их не успел. Он сделал второй круг, и были волны, он передал мне пакет буквально вот из рук в руки. То есть очень грамотный яхтсмен на маленькой яхте 10-метровой. Мы с ним выпили пиво, поговорили и разрешились. Была самая теплая встреча такая. То есть в основном такая дружеская атмосфера. Ну, естественно, да. То есть в любом яхт-клубе, куда бы вы ни зашли, на яхте всегда можно рассчитывать на поддержку яхтсменов других. То есть есть братство так же, как у байкеров, у туристов в горах. То есть есть автомобиль. Слушайте, а вот если происходит что-то экстренное, что-то там поломалось, ну вот во время путешествия, то вы как контактируете со всем внешним миром? Ну, я имею в виду там не... Есть спутниковый телефон, да, радиостанция это для связи в пределах видимости. Спутниковый телефон. Я выходил на связь, я получал полезную информацию по погоде. И в случае чего, да, я мог подать сигнал СОС. Ну, сигнал СОС я еще другими приборами мог. Но спутниковый телефон, да, то есть решение многих вопросов по телефону. То есть вот на таком маленьком пространстве, ну вот сколько приблизительно? Ну, лодка вся длиной 7 метров. Но носовая настройка она практически не используется. Ну, как, она маленькая, туда не залезешь, там только хранятся вещи. Кабина и палуба, вот как бы все пространство. А вот нам только что показывали фотографию, это вот та самая лодка? Да, это лодка первого перехода, Одесса, на которой был совершенно первый переход. К сожалению, лодки этой уже физически не существует. Она погибла в Средиземном море. Итальянец ее после, через одного человека после меня ее арендовал и разбил ее. Есть на Фейсбуке, по-моему, даже ее фотография. А, ну, как так вот? Ну, в смысле, во время путешествия имеется? Да. Нет, разбил по дороге поехал, мне кажется. Ну, конечно, во время путешествия. Сейчас тогда спрашивают... Ну, гитаристы же ломают гитары во время выступления. А, после концерта, да. После перехода сломают лодку. Развеи, да. Самые вот большие опасности для таких переходов, это судоходство и земля. Вот на подходе к берегу реально можно попасть в шторм, допустим, и просто лодку раздавят у берега. Так что, это самая большая опасность. Интересно. Ну, я думаю, вы видели уже всю информацию, так что давай, вытаскивай там лодку, где там наша лодка. И мы поплывем. Сейчас пойдем. Теодорий Звой у нас в гостях был, друзья. Напоминаю, вы смотрите «Новое утро» на Новой Одессе. Телефон нашей горячей линии 706-38-96. Если у вас есть интересная новость и вы хотите, чтобы весь город узнал о ней, звоните нам. Журналисты программы «Одесса под контролем» выйдут на место, разберутся с вашей ситуацией и 100% мы отреагируем раньше, чем в специальную службу. После короткой рекламы мы вернемся. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин